Как в домах Хабаровска прошел запуск отопления, проверило сегодня министерство ЖКХ. В городе больше 4 тысяч жилых объектов. Тепло в них пришло в начале октября, а значит к ноябрю уже должны быть устранены разного рода замечания. Замминистра ЖКХ решил убедиться в качестве услуг и обнаружил проблемы. Тему продолжит Александр Пескун. Если бы только коммуникации не было, это одно, и действий у управляющей компании нет. О бездействии свидетельствует внешний вид жилых домов возле техникума водного транспорта и многочисленные жалобы жителей. Нередко их проблемы приходится решать районному комитету и другим управляющим компаниям. В этот раз министерство ЖКХ приехало на оборонную 5 из Шевчука-15 для проверки работы системы отопления. Однако директор управляющей компании навстречу не пришел. Обращу жилищную инспекцию нашу, чтобы они пристально проверили работу данной управляющей компании. Потому что отношения руководства, когда приезжает город, приезжает край, они резко заболели. При этом представителей никаких нет. Но это говорит, первое, об отношении к органам власти, а второе, об их отношении к своей работе и к жителям. А вот на Красной речке управляющая компания «Римстрой Хабаровск» работает. Она обслуживает 59 многоквартирных домов в этом микрорайоне. И с начала отопительного сезона не зафиксировала ни одной жалобы. Вот в этом году мы поменяли вот в этом доме отопление. Вот оно чувствуется горячее. Где-то в метр 30 заменили мы. А всего в этом году «Римстрой Хабаровск» обновил полкилометра труб. В следующем году намерен заменить столько же. Стояки нужно менять. Есть розливы. Очень много розлив, которые надо менять. Это за счет капитального ремонта не получится. Потому что когда это будет, не знаем. Мы не ждем капремонт когда сделать. А где необходимо, где 30 метров, где 40 метров, где 10 метров. Мы сами за счет текущего ремонта и меняем. Обновилась в этом году на Красной речке и котельная. Здесь по краевой инвестпрограмме заменили котел и установили систему частотного управления. На все это потратили 30 миллионов рублей. Если раньше мы по отдельности насоса запускали, во время аварийной ситуации, все это проходило в ручном режиме, то сейчас с помощью частотного управления, во-первых, мы можем экономить по электроэнергии, и плюс от частотного управления уже могут сразу работать несколько насосов. Один уходит в аварию, автоматически запускается второй насос. Все это обеспечит надежную и бесперебойную доставку тепла и горячей воды в дома Хабаровска. Котельная на Красной речке обслуживает более 120 объектов, из которых 15 социально значимые. В целом город, еще раз повторюсь, подготовился. Молодцы. Но есть отдельные нюансы с работой с управляющими компаниями, с отдельными управляющими компаниями. Это мы будем заниматься вместе с ГЖИ, разговаривать с директором, почему такое отношение к работе. Александра Пескун, Константин Гнетов, Смотри, Хабаровск.